Здравствуйте! Вполне возможно, что вы, как и я, ждали FIO FW7, где будет уже активное шумоподавление, красивенький, симпатичный кейс и прям уровень звучания еще выше, чем в тех же пятерках, но FIO пока что с этим не торопится, представили более бюджетную модель, и я как-то ожидал, что она будет значительно проще, но не все так просто. И отсутствие арматурного излучателя это одновременно и минус, и плюс. Поэтому сейчас распаковка характеристики и перейдем к звучанию и удобству. Комплект амбушюр разнообразный, есть как классические плотные в круглой формы, так и более современные из более тонкого материала, и при этом формы не классические, не стандартные, но возможно кому-то такое действительно нравится. По кейсу и самим наушникам практически нет никаких отличий от пятерки, это толстенький кейс, но по крайней мере не очень-то и большой. Наушники доставать из него легко, потому что есть чем и как зацепиться, но хотелось бы, чтобы магниты были более мощные, потому что приходится прям укладывать наушники именно так, как они и должны находиться. Звуковод точно так же вытянут хорошо, он здесь полноценный, можно использовать ваши амбушюры, единственное, что по диаметру хотелось бы, чтобы он был чуть-чуть поменьше. Это придирки, но тем не менее. По поводу того, как они сидят в голове, в ушах, вы увидите в следующей части видео. По посадке мне они глобально понравились. Подобрал свои амбушюры, а не комплектные, и в итоге получил хорошую пассивную звукоизоляцию и нормальную посадку. Характеристики категорически схожи с FW5, за тем лишь исключением, что используется один-единственный динамический 10-мм излучатель. Но зато остался ЦАП АК 4332, и это важно. Также есть поддержка совершенно разных хороших кодеков, таких как aptX Adaptive и LDAC LHDC. По времени автономной работы до 7 часов, активного шумоподавления нет, поэтому и число одно единственное. По пылевлагозащите она присутствует, но по стандарту IP54. По поводу удобства. Из-за того, что форма корпуса, размеры и прочие особенности остались точно такие же, как и у пятерок, то с эргономикой глобально все нормально. Просто подберите свои амбушюры, которые вам подойдут, но придется смириться с тем, что они смотрятся немножко так монстрозненько, большими, потому что они сами по себе вытянутые. Но для меня это лично не проблема, в моем ухе они сидят хорошо. Правда, я сейчас поставил родные амбушюры, которые мне вообще абсолютно не подходят. Но, тем не менее, подобрать можно, потому что звуковод адекватный. Качество микрофона на том же уровне, что и у пятерок, глобально нормальное, но без каких-то прям вау-эффектов шумоподавления, режима прозрачности здесь нет. Ну и ладно, и фиг с ним. По звуку мне они понравились. К сожалению, я не смог сравнить их лоб в лоб с FW5, но FW5 я уже заслушал до дыр совершенно разными источниками на совершенно разной музыке, поэтому я прекрасно помню, как они звучат. И самое главное, что тройки, ровненько как и пятерки, создают эффект проводных наушников. Когда ты слушаешь наушники, хочешь их снять и начинаешь с кабеля. То есть, та самая привычка, то есть, поддеть за кабель и снять. Все, чтобы он там не болтался, не ударил по уху. Здесь это тоже присутствует. Очень хорошая мощность, очень хорошая громкость. Устанавливается приложение FIO Control, там стоит ограничитель по громкости, и его можно сдвинуть, как вам захочется. То есть, я его даже полностью не снимал, ограничение, но запаса по громкости оставалось просто за глаза. По звуку, да, они действительно очень похожи. Тройки с пятерками, динамик походу используется точно такой же, но при этом высокие частоты отличаются. И вот в том-то вся и фишка, что в пятерках многим не нравились именно высокие частоты из-за своей резкости. То есть, мне они даже моментом уже начинали поднадоедать, и как-то понимаю, что, ну вот, слишком, слишком резко для ТВСок. И здесь этой проблемы нет. То есть, на высоких частотах детальность, конечно, стала похуже. То есть, разборчивость немножечко пострадала. Удары теперь не настолько хлесткие, не настолько прям звенящие. Но высокие частоты все так же остались нормальными и адекватными. Особенно, если учитывая, что цена этих наушников ниже 100 долларов. То есть, вот найти такой же уровень звучания, но проблематично. Те же, в очередной раз их упоминаю, Huawei FreeBuds Pro 2. По именно качеству звучания, если абстрагироваться там от всяких дополнительных моментов, они будут уступать. Потому что там меньше мощность, там не такой ударный бас, как в тех же тройках. Там не настолько глубокая сцена, как в тех же тройках. И в ВЧ, в общем-то, плюс-минус на одном уровне. Совершенно разные. Но, если их как-то оценивать, то они, ну, приблизительно равны. И что меня цепляет в этих тройках, это то, насколько хорошо реализована сцена. Блин, она как в проводных наушниках может делать нормальные планы, разделение планов. Это понравилось. И загвоздка заключается в том, что все равно ТВСки берут для того, чтобы слушать их где-то на улице. А на улице не настолько важно, там, насколько упругий бас, а то, сколько его по количеству. То есть, насколько хорошо он валит, насколько он массивный. Здесь массивность низких частот, она адекватная. Когда ты сидишь дома в спокойной обстановке вечером и слушаешь, то бас тебя полностью устраивает. Он прекрасный. Но если выйти на улицу и просто банально идти в магазин, там, смотря на дорогу, там, следя за какими-то вещами, там, думая о своих каких-то мыслях, то бас будет теряться, его будет количественно мало. И вот фиг пойми, хорошо это или плохо. Если вы ищете ТВСки для дома, где-то вот сидеть, слушать музыку, вам все, провода надоели, мне самому провода не нравятся, я хочу максимально от этого уйти, то да, как домашний ТВС, опять же, до 100 долларов, великолепный вариант. И по сравнению с пятерками, кейс-то точно такой же, корпуса точно такие же, динамик такой же, подача разная. И уже для пятерок это очень и очень серьезный конкурент, интересный конкурент. Так что буду брать эти наушники для сравнения с другими ТВСками, причем более дорогого сегмента. И да, если уже говорить глобально о качестве звучания, то я не знаю ни одних True Wireless наушников дороже 250 долларов, которые звучали бы так же хорошо. Дешевле 250 долларов есть много моделей, которые звучат либо на том же уровне, либо даже в чем-то лучше. Поэтому вот такая интересная ситуация складывается. Поэтому еще раз повторю, что буду их брать и сравнивать с другими моделями. Это будет более правильнее, более лаконично. Но, в общем-то, получился прекрасный шаг вперед непосредственно для FIO. И да, получается, что как равноценные такие конкуренты тройка и пятерка, но кому какая подача больше зайдет. Если вас они заинтересовали, то по ссылке в описании вы сможете их найти. И у меня на этом все. Спасибо вам за просмотр. До скорых встреч.